Чтобы получить иммиграционную визу в США, все победители лотереи грин-карт должны пройти специальный медосмотр. Это обязательное условие. Спойлер, вы не сможете сделать это в обычной клинике. И да, даже детям и беременным нужно проходить медосмотр, делать все диагностики и сдавать анализы. Вы на канале иммиграционных юристов, и здесь все самое полезное про переезд в США и грин-карт. Так что подписывайтесь, а я пока расскажу, чем особенный этот медосмотр для Америки, сколько это стоит, где его проходить и что делать с вакцинами. Для начала объясню, зачем вообще нужен этот медосмотр. Дело в том, что правительство США сильно заботится о здоровье своих граждан. Вспомните хотя бы обязательные медицинские страховки в США. А если еще учесть, сколько людей приезжают в Америку каждый год из разных стран, например, из Индии или Африки, то вопрос обязательного медосмотра становится очень даже логичным. Пройдя его, вы доказываете, что здоровые у вас есть все необходимые для США прививки, и вы не несете опасности для здоровья жителей Штатов. Вернемся к главной теме. Где проходить медосмотр для иммиграционной визы в Америку? Такой медосмотр можно пройти только в специальных клиниках, аккредитированных для определенного посольства США. Список этих клиник, а также их адреса и контакты вы сможете найти на сайте посольства США, той страны, где будете проходить собеседование, или на сайте Travel State Cov. Что входит в медосмотр для визы в США? Список исследований довольно банальный. Это тест на туберкулез, рентген грудной клетки, анализ крови, анализ мочи, общий медосмотр и вакцины. Все дети возрастом до 2 лет проходят осмотр у терапевта. Если врач заметит подозрение на туберкулез, ребенку тоже назначат тест. Если тест будет позитивный, ему назначат рентген. Беременные тоже должны сделать рентген снимок до переезда в США. В современных клиниках есть специальная защита от излучения для беременных, поэтому эта процедура вполне безопасна. Сколько стоит медосмотр? Стоимость отличается в зависимости от возраста заявителя, клиники и страны прохождения медосмотра. Эту информацию также можно найти на официальном сайте клиники. В среднем его стоимость от 200 долларов на человека. Цена зафиксирована в долларах, но оплата в клинике обычно происходит в местной валюте по курсу доллара на момент оплаты. Обратите внимание, в эту стоимость не входит оплата дополнительных вакцин, если они вам понадобятся. Прямо сейчас подписывайтесь на наш канал. Здесь мы подробно рассказываем, как пройти все этапы иммиграции в США, даем ответы на популярные вопросы, делимся советами и собственного опыта иммиграционных юристов. А теперь про другие документы и информацию, которые необходимы вам для прохождения медосмотра. Обратите внимание, список документов может отличаться в зависимости от клиники. Вам понадобится загранпаспорт, 4 фотографии, формат уточняйте у клиники, военный билет или приписной, если есть. Страница подтверждения заполнения анкеты ДС-260, номер кейса, адрес текущего проживания, адрес, где планируете проживать в США, адрес электронной почты и категория визы, на которую вы подаетесь. Также карта вакцинации с подписью и печатью врача, который ее выдал и подтверждение COVID-вакцинации. Карта вакцинации – это выписка из амбулаторной карты, где указаны все вакцины, которые у вас когда-либо были, а также все перенесенные инфекционные заболевания. Обратите внимание, что один из самых важных пунктов медосмотра – это наличие сертификата о прививках. Иммиграционная служба США очень серьезно относится к вакцинациям. Если вы не делали какую-то из обязательных вакцин, то вам необходимо будет сделать ее до приезда в США, иначе вам просто не выдадут визу. Вот список необходимых для США вакцинаций – дифтерия, столбняк, кашлюк, полиэмилит, корь, паратит, краснуха, ротовирус, гепатит А и Б, хип и гемофилийная инфекция, менингококк, оспа, пневмококк, грипп и ковид. Какие прививки делать именно вам, вы можете найти в официальной таблице, ссылку оставлю в описании. Вам нужно открыть таблицу и посмотреть список необходимых прививок по вашему возрасту. Что касается вакцинаций от ковида, не во всех странах есть одобренная для США вакцина. Если вы проходите медосмотр в одной из таких стран, где вам не смогут поставить Модерну или Пфайзер, или другую подходящую для США вакцину, не волнуйтесь. Врач в отчете по вашему медосмотру так и укажет, что в стране недоступна нужная вакцина и освободит вас от этой вакцинации. У большинства людей возникают сложности на этапе оформления сертификата о прививках, ведь многим из нас их делали еще в детстве, а документы, что подтверждают это, могли просто не сохраниться. Что же делать в такой ситуации? Здесь есть несколько вариантов. Первый – это обратиться в архив вашей поликлиники или к терапевту, который вас лечит. Возможно, у него еще остались ваши записи. Иногда в этом вопросе спасают родители. Часто архивные карточки с вакцинациями находятся где-то глубоко в тумбочках мамы, поэтому обязательно обратитесь к родителям, которые могли бы хранить такие документы. Второй вариант – это обратиться к своему терапевту, чтобы он назначил вам специальный анализ крови. По результатам этого анализа будет понятно, какие прививки вы уже делали, а какие еще необходимо сделать. А если ни один из этих вариантов вам недоступен, всегда есть третий вариант. Просто сделайте заново все прививки для вашего возраста из списка выше. Если какие-то из прививок вы не можете сделать по состоянию здоровья, ваш терапевт обязательно должен предоставить документ, который это подтверждает. Если вам придется делать какие-то вакцины впервые, обратите внимание на то, что некоторые из них делаются в несколько этапов. Например, прививка от гепатита B делается в три этапа с промежутком в один или пять месяцев. Но это еще не значит, что вам необходимо сделать все три дозы до въезда в США. Для успешного прохождения медосмотра и получения визы вам достаточно сделать лишь первую дозу и получить подтверждение вакцинации от этой болезни. А следующие вакцины сделать уже в Штатах. Важно! Пакет с результатом медосмотра выдается на руки или отправляется в посольство в электронном виде. Если вам выдали пакет на руки, его нельзя вскрывать. Вы должны принести его на интервью и отдать визовому офицеру в запечатанном виде. Помимо всего этого, есть еще список болезней, с которыми получить визу в США будет очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Среди них гонорея, инфекционная проказа, инфекционная стадия сифилиса, открытая форма туберкулеза. Ну и последнее. Когда нужно проходить медосмотр? Проходить медосмотр нужно после того, как вы получили информацию о дате интервью. Однако мы рекомендуем начать подготовку заранее. Соберите все документы, подтверждающие ваши вакцины, или обратитесь к терапевту, чтобы сделать необходимые прививки в удобном для вас месте. Таким образом, вы заранее получите необходимую карту прививок. Это поможет легче и быстрее пройти сам медосмотр, а также сэкономить вам деньги и нервы. Помните, что вы не сможете получить визу, пока не выполните все пункты медосмотра. Интересный факт. Если дата вашего медосмотра приходится на период сезона гриппа в США с 1 октября по 31 марта, будьте готовы, что вам придется сделать вакцину и от гриппа. Результаты медосмотра действительно в течение 6 месяцев. Если все анализы в норме и вы не имеете никаких осложнений, соответственно, пройти собеседование вам нужно в течение этого времени, потому что визу вам выдадут только на срок действия медосмотра. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. А также хочу напомнить, что помимо ютуба у нас есть инстаграм-аккаунт и телеграм-чат для победителей лотереи Гринкарт. Там все участники делятся своим опытом, спрашивают советов, а также наши юристы отвечают на самые частые вопросы. Присоединяйтесь к нашему комьюнити по ссылкам в описании. Продолжение следует...